Vivo – компания с амбициями, поэтому ее новый флагман сочетает в себе все и сразу. Качественный OLED-дисплей, топовые камеры, повышенную влагозащиту, быструю зарядку и прочие современные технические радости. А также длинное пафосное название – Vivo X90 Pro Plus. Насколько он удобен в использовании и стоит ли вообще гнаться за очередной новинкой, я расскажу вам в сегодняшнем обзоре. С вами Алена Андронова и канал ixbt.com. Коробка огромная, очень пафосная, черный цвет, золотое тиснение. Внутри сам смартфон, чехол, адаптер для быстрой зарядки мощностью 80 Вт, но так как у нас китайская версия смартфона не глобальная, то вилка тоже азиатского типа. Провод, инструкция, ну а также игла для сим-карт, которая, была бы она покрупнее, ее можно было бы использовать как медиатор. Смартфон выглядит внушительно и в руках ощущается так же. На мой вкус он немного великоват, особенно в длину – целых 164,5 мм. Это даже больше, чем последний iPhone Pro Max. И без свободной второй руки верхнее меню не открыть. По крайней мере мне. Модель бывает в красном и в черном цветах. Задняя панель сделана из эко-кожи. Мне такое решение очень нравится, потому что выглядит это стильно. Смартфон не скользит в руках, не остаются отпечатки, да и разбиться ему будет гораздо сложнее. Сверху находится большой круглый блок камер. И расположен он не совсем посередине, поэтому использовать смартфон, когда он лежит на столе, на мой взгляд, не слишком удобно. В комплекте идет защитный чехол, который полностью повторяет рисунок задней панели. И, с одной стороны, решение вроде бы интересное, а с другой стороны, не совсем понятно, зачем закрывать одно точно таким же. И, на мой взгляд, этот чехол защищает смартфон недостаточно надежно, потому что закрыты только верхний и нижний край, а также углы. Боковые грани остаются открытыми. Хотя из-за того, что по краям нет чехла, кнопки ощущаются тактильно приятнее и нажимаются куда легче. Все кнопки расположены справа, прямо под пальцами. А снизу находится динамик, слот для зарядки USB Type-C, микрофон, слот для двух карт Nano SIM. Слота для карты памяти нет. Видимо, считается, что современному человеку достаточно 256 или 512 гигабайт встроенной памяти, а в крайнем случае есть облачные сервисы. Также нет 3,5-миллиметрового выхода на наушники. На верхней грани пафосная надпись Professional Photography, которая все равно прикрывается чехлом, а также дополнительный микрофон для шумоподавления. Грани корпуса довольно плавные и обтекаемые, если бы не такой большой размер, его было бы даже приятно держать в руках. Смартфон защищен по стандарту IP68, то есть его даже можно погружать под воду, но не глубоко и на свой страх и риск, потому что протечки гарантия, естественно, не покрывает. Экран AMOLED 6,78 дюйма, разрешением 1440 на 3200, соотношением сторон 29 и частотой обновления 120 Гц. Сверху в небольшом вырезе находится фронтальная камера. В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца. И, кстати, это было самое быстрое сканирование отпечатков в моей жизни, срабатывает он при этом четко и с первого раза. Экран поддерживает HDR10 Plus и Dolby Vision. На тестах максимальная яркость составила 1070 кандел на квадратный метр, а минимальная — 8 кандел на квадратный метр. И максимальная яркость для смартфонов очень высокая, изображение будет видно даже в самый солнечный день, а в темноте получится настроить яркость, комфортную для глаз. Функция автоподстройки яркости запоминает, в каких случаях пользователь ее менял и учится. Хотя в самом начале у меня яркость скакала туда-обратно, даже несмотря на то, что смартфон лежал на одном месте. По умолчанию частота обновления экрана адаптивная, но можно включить в настройках постоянные 120 Гц. Хотя даже в этом случае мы видели 120 Гц только в интерфейсе. А вот в играх, даже тех, которые поддерживают высокую частоту, она не поднималась выше 60 Гц. Тем не менее, при любой частоте обновления, видимо, мерцание отсутствует. Углы обзора и равномерность белого здесь отличные. Однако изображение все-таки заходит сторонами на закругленные края экрана, что лично у меня вызывало некоторый дискомфорт. Есть четыре режима цветопередачи — яркий, стандартный, профессиональный и естественный. Однако в случае выбора яркого или стандартного цвета все же будут неестественно перенасыщены. С профилем профессиональный цветовой охват соответствует sRGB, а это стандарт, для которого адаптирована большая часть контента. В остальных случаях цветовой охват ближе к DCI-P3, а на ярком — даже шире. Также профессиональный профиль имеет близкую к стандартной цветовой температуре в 6,5 тысяч кельвинов и дельту-е меньше 6. Камера смартфон получил действительно топовой. Сейчас он находится на 14-м месте в рейтинге камерафонов DXOMark. Присутствуют и лазерный автофокус, и стабилизация, и система распознавания лиц. Основной сенсор — 50-мегапиксельный Sony IMX 989. Однако фотографии получаются все равно в 12,5 мегапикселей по умолчанию, потому что используется технология объединения соседних пикселей для улучшения четкости изображения. Эту функцию можно отключить, но тогда исчезнут и всякие улучшайзеры, например, HDR и прочее. А на полноразмерных фотографиях часто бывают засветы в случае яркого солнца. Объектив светосильный из диафрагмы 1,8. Он позволяет получать более качественные снимки даже при низкой освещенности. В результате фотографии получаются отличными, насыщенными и детализированными. Помимо основного модуля есть 64-мегапиксельный с трехкратным оптическим увеличением. И еще один телеобъектив на 50 мегапикселей с двухкратным зумом. Фотографии обе зум-камеры делают четкие, яркие, с хорошей резкостью, без смазываний, полностью совпадающие по цветопередаче с основной камерой. У обеих есть оптическая стабилизация. И последний — 48-мегапиксельный модуль с сенсором IMX598 и сверхширокоугольным объективом. Он единственный не получил оптическую стабилизацию, но фотографии все равно выходят четкими и с равномерной резкостью по всему кадру. Снимки контрастные, объемные и можно сказать, что это один из лучших образцов широкоугольной съемки на смартфоне. Фронтальная же камера с разрешением 32-мегапикселя используется в том числе для разблокировки экрана по лицу, срабатывает отлично. Качество фотографий хорошее, не топовое, но вполне достаточное. Гораздо интереснее возможности приложения камеры. Там такое количество различных фильтров и виртуальных макияжей, что сразу чувствуешь себя китайской моделью. Интересными оказались пара фильтров с цветным источником света, который можно переносить прямо по экрану. Также меня, как ведущую, особенно порадовала функция телесуфлера, которую можно разместить под камерой и сразу же читать текст в процессе съемки. В приложении камеры есть все основные функции. Настройка глубины резкости, ISO, баланса белого, типа стабилизации и прочих параметров. Есть много разных дополнительных функций и режимов, вроде режима съемки звездного неба. В режиме ночной съемки фотографии получается без шумов, а изображение ярче того, что видно обычным зрением. Есть даже режим съемки видео по сценам. Снимать можно в разрешении аж до 8К. Немного непонятно, зачем сейчас только, но с частотой кадров до 30. А вот в 4К и меньше можно снимать с частотой кадров до 60 фпс. Видео выходит сочным и хорошо проработано в тенях. Однако при съемке в 8К изображение слегка стробит, что заметно в динамичных сценах. Подергивание заметно глазу. Съемка в 4К при 30 или 60 фпс не менее качественная, и строб пропадает, но мелкие подергивания все равно есть в динамике. Зато само видео выходит более плавным. Звук на видео тоже записывается качественно. Есть режим стабилизации, при котором, даже если переворачивать смартфон вверх ногами, точка фокуса и ориентация картинки остаются неизменными. Смартфон поддерживает все современные стандарты связи. 5G, Bluetooth версии 5.3 и Wi-Fi 6. Операционная система Android 13 с собственной оболочкой Origin OS 3. И здесь нужно быть готовым к нескольким шагам локализации смартфона. Как минимум нужно прописать русский язык везде, где только можно, и вручную установить Google Play Market. А так изначально здесь весь интерфейс, конечно же, китайский, и все приложения обмазаны иероглифами. Объем оперативной памяти 12 гигабайт. В смартфоне установлен один из мощнейших современных мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Поэтому его возможности хватит на решение любых задач, включая монтаж роликов в 4K или самые требовательные игры. При игре в Genshin Impact на ультравысоких настройках графики у меня не было никаких фризов и зависаний. Смартфон почти не грелся, ну, за исключением периода стартовой загрузки файлов. Вообще, по нашим тестам, смартфон довольно сильно теряет в производительности, когда нагревается, но добиться этого при таком железе непросто. И с таким железом этот смартфон — полноценный игровой девайс. В настройках есть огромное количество параметров по оптимизации различных игр. Емкость аккумулятора по современным меркам не такая большая — всего 4700 мАч, что при таком размере смартфона и экрана довольно странно. В играх он будет разряжаться не то чтобы стремительно, но весьма ощутимо, а при активном использовании, скорее всего, его придется дополнительно заряжать в середине дня. Хотя именно в тестах нам удалось получить довольно приличные результаты — 22 часа в режиме чтения и 7 часов в режиме 3D-игр. Громкость звука вполне достаточная, однако я хотела бы иметь возможность сделать в играх немножко погромче. В итоге в качестве сильных сторон можно выделить топовые камеры и отличное приложение для их использования, экран с хорошей цветопередачей, презентабельный внешний вид и высокую мощность процессора. Как минусы — не самая емкая батарея, однако это компенсируется быстрой зарядкой. От родного блока смартфон заряжается полностью за 35 минут. Крупный и тяжелый корпус будет не всем удобен. И есть проблемы с локализацией, потому что глобальной версии смартфона не существует, только китайская. Ну или можно доверить это дело продавцу, если покупать в России. Про цену с нынешним курсом доллара говорить сложно, но на момент съемок этого видео его можно было купить в Москве примерно за 100 тысяч рублей. Также у смартфона есть младшие модели — X90 и X90 Pro. Не путайте с этим, они не такие крутые, хотя тоже интересные. И на этом я с вами прощаюсь. С вами была Алена Андронова и канал ixbt.com. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok